Сравнительный эффективность современных запросов при принятии решений, основанных на принципах доказательной медицины. Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, позвольте сделать сообщение на тему сравнительной эффективности современных запросов при принятии решений, основанных на принципах доказательной медицины. Я представляю, прежде всего, первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет, но также Санкт-Петербургский государственный университет. И вот у нас есть отделение такого общества в Санкт-Петербурге, чаптер так называемый, такой организации международной, как общество по проведению фармакоэкономических исследований и анализу исходов. Относительно темы моего доклада – принятие решений, основанных на принципах доказательной медицины. Действительно, с утра и первой половины дня нам большинство докладчиков нас убеждали и убедили в том, что на сегодняшний момент доказательная медицина из такой сферы некой идеологии, из сферы теоретических предпосылок, она абсолютно перешла в практическое здравоохранение. На данном слайде представлены так называемые соотношения ключевых компетенций и правил системы здравоохранения, которые должны работать в современном обществе, в современном мире. Если мы посмотрим как на ключевые компетенции, так и на правила современной здравоохранения, мы видим, что они имеют общий перекрест, такое связующее звено. И этим связующим звеном является именно доказательная медицина, доказательная практика. Если посмотреть на два определения доказательной медицины, которые есть в Российской Федерации на русском языке, то в обоих этих определениях, неважно, кто был их автором, там есть три ключевых слова. Они есть, да. Это клиническое исследование, результатом которого является выбор практикующим доктором. Это реальная медицинская практика. Это применение вот этих данных, основанных на исследовании, прежде всего данных, после которых наступает такой элемент выбора. Это постель больного, да, это пациент. Что мы на сегодняшний момент видим в реальной клинической практике? Ну, это одно из данных 2012 года. Пациент из гепатита, с гепатитом С, генотип 1, предрегистрационное рандомизированное клиническое исследование. Используется препарат пигелировый интерферон альфа с рибаверином. Комбинация и эффективность данной медицинской технологии, она сбоку указана, что считали авторы под эффективностью, она была 41-52%. И с этими крайне высокими показателями эффективности лекарственное средство было одобрено и в ДЕИ, потом и МИИ, европейского агентства, да, и пришло в клиническую практику. Эти же авторы через несколько лет провели над схожей популяцией пациентов обсервационные исследования в условиях жизни, да, в условиях того, что происходит в их клиниках. И увидели, что позитивный эффект был снижен в 12 раз. Второй пример – сезонный грипп, предрегистрационные исследования, рандомизированные клинические. На основе их потом сделан метаанализ 10 рандомизированных клинических исследований. И сравнивается с обсервационными, точнее с когортными исследованиями и эпидемиологическими исследованиями. Две вещи абсолютно ясны. Первое – совершенно разные критерии эффективности у регулятора, когда лекарственные средства регистрируются, и совершенно разные критерии эффективности у врачебного сообщества. Безусловно, доктор, он не будет сидеть, да, засекать время, часы, когда будут снижены симптомы и сколько пройдет часов. Безусловно, доктор важную такие важные точки, исходы, да, это снижение смертности, которые не измерялись при регистрации лекарственных средств. И, безусловно, важным показателем является осложнение от гриппа, да, которое вытекает из себя, это частота развития пневмонии и назначение антибактериальных средств. Мы видим, что если по этому показателю можно было сравнить эти два эффекта, да, действенность и эффективность, то в реальной клинической практике данный эффект, к сожалению, снижается примерно в два раза. Почему это происходит? Почему при регистрации лекарственного средства мы видим один эффект, в клинике мы видим другой? Ну вот, несколько, как минимум пять таких причин. Эти причины все являются таким экспертным мнением. Первое, да, это критерии регулятора и врачебного сообщества разные. Регулятор запрашивает одно, врачи у своих пациентов ждут другое. Неизлечимые проблемы самих предрегистрационных клинических исследований. Безусловно, давление фармкомпании, об этом только что предыдущий докладчик говорил, что касается протоколов. Многофакторное вмешательство реального мира, от приверженности терапии до качества оказания медицинской помощи. Ну и некоторые эксперты называют так называемую российскую причину, особую. Это внедрение западной академической медицины в российское реальное здравоохранение, потому что мы знаем, что те правила проведения клинических и доклинических исследований, которые на сегодняшний момент к нам в страну перенесены, это, безусловно, правила, которые были сформированы не в нашей стране и опираются на, в общем-то, фундаментальные зачастую различия. Ну вот, пример, исходы разные. Мы видим, что регулятор, он требует от себя действенность, от регулятора, от тех, кто пытается регистрировать медицинскую технологию. Здесь могут быть разные виды этой действенности, она может быть абсолютная, она может быть сравнительная, скажем так, что сравнительная проводится реже, конечно, реже, да, из-за конфликта интересов. Ну и, с другой стороны, это врач, пациент, реальный мир. Мы здесь требуем, врачи требуют абсолютную эффективность, либо сравнительную эффективность, то, что они видят в реальных клинической практике. Вторая проблема – это неизлечимые проблемы самих предрегистрационных исследований. Я на них особенно останавливаться не буду. Ну, как минимум, да, нужно сказать, что, безусловно, есть ограничения среди всей популяции больных по диагнозу. Безусловно, отбираются, опираясь на критерии включения-исключения, убирается небольшая группа. Здесь не совсем, может быть, этот рисунок отражает такое процентное долевое, а участие, например, целевой популяции. Но пример, тем не менее, нам будет понятен, что, безусловно, целевая популяция – это такое небольшое количество всех тех пациентов, которые в реальном мире страдают от данного заболевания. Именно на этом небольшом количестве проходят клинические исследования, на этом небольшом количестве делаются выводы, регистрируется лекарственное средство, а потом оно приходит ко всем. И тут, конечно, встречаются пациенты с нарушением функций почек, печени, пожилые, беременные и так далее. Ну, вот еще один пример. Гипогликемия – это оценка событий пациентов в год. Голубым цветом, да, синим цветом – это те предрегистрационные исследования клинические, которые были сахарный диабет первого и второго типа. Эти исследования здесь указаны, их было достаточно, они были крупные, многоцентровые, международные. Мы видим, что при сахарном диабете первого типа гипогликемия была 5,8, при втором типе – 1,5. Однако, когда эти же лекарства пришли в клиническую практику, обсервационные исследования увидели 10-разовое увеличение данного явления, гипогликемия, конечно, которая сказывается, безусловно, на прогноз, течение и так далее, и так далее, всех проблем, связанных с сахарным диабетом первого и второго типа. Данные метаанализа, публикованные как раз на том самом сайте Кахрейн, опубликованные были в 2012 году, которые показывают, что абсолютно фармачистские компании давлеют на исследовательские группы, на университеты, когда они проводят предрегистрационные клинические исследования. Вмещательство реального мира. Ну, остановлюсь только лишь на том, что, безусловно, комплайнс, он абсолютно разный при регистрационных исследованиях, и в реальной клинической практике, безусловно, пациенты это все не соблюдают. Ну, вот один из выводов, у нас в 2012 году в Москве была конференция по фармакометрии, это один из руководителей FDA, это та организация, которая является, в общем-то, золотым стандартом, как регулятор в мире, да, они, к сожалению, делают такое заявление, это его заявление, прямая речь, да, ну, вот я его зачитывать не буду, единственное, что он, по-моему, сказал слово не у себя дома, а у себя на кухне. В связи с этим, безусловно, современный запрос, это сравнительная эффективность, что под этим поднимается, это одно из определений 2009 года. Это исследование напрямую, сравнивающее выгоду и вред от медицинских технологий, используемых для лечения заболеваний, профилактики, диагностики в условиях реального мира, то есть то, что происходит в клиниках. Ну, этот слайд, если посмотреть более внимательно, то мы видим, что, безусловно, есть различия, как в определениях различных эффектов, да, вот эффикоси называется та самая действенность, на сегодняшний момент считается, что она отвечает на вопрос, can it work, то есть может ли это работать, да, и второй вид эффективности, та эффективность, которую мы видим в клиниках, она отвечает на вопрос does it work. И мы видим, что она, безусловно, разная, разные методологии получения этих данных, и также мы видим, что доказательная медицина раньше, она базировалась вот в области, наверное, в области предагвестрационных исследований, потому что легко было, достаточно и остается легко проводить анализ рандомизированных клинических исследований. Но на сегодняшний момент, безусловно, происходит сдвиг в область доказательной медицины, она начинает сдвигаться, да, в область вот этого вопроса, да, ZV, да, эффективность. Ну и один из докладчиков издания, по-моему, он говорил об оценке медицинской технологии, безусловно, доказательная медицина постепенно идет, и, конечно, и туда, и так называемый реимбюзмент. На сегодняшний момент два вида клинических исследований себя опробировали, себя доказали, как эффективны для выявления вот этой сравнительной эффективности. Первый вид – это прагматические клинические исследования, второй – это обсервационные клинические исследования. Тезисно, что такое прагматические клинические исследования, это рандомизированное, проспективное исследование, однако рандомизацию проводит врач и проводит среди пациентов, имеющие характерные сопутствующие заболевания, получаемые сравнительные варианты лечения, также учитываются демографические группы и сравниваются, как правило, с теми практиками, которые реально есть в этом стационаре, в этом лечебном учреждении. Обсервационные исследования нам хорошо известны, они могут быть перспективны, ретроспективны, я на них останавливаться не буду. Безусловно, вопрос, который каждый из нас здесь может задать, может быть мы обойдемся без этих сравнительных исследований, потому что, безусловно, мы понимаем, они крайне сложны, крайне дороги, это дорогое такое удовольствие проводить сравнительные исследования. Три проблемы, можно ли их переносить из страны в страну, провели в США, перенесли к нам. Возможно ли проводить только, например, предрегистрационные исследования, придумать какую-то цифру умножил на 5 и называем это эффективностью. Ну и третий вид, это так называемые трансляционные исследования, могут ли они нам помочь. Я на одном только примере остановлюсь. Здесь показано, что да, действительно, действенность, то есть те данные, которые получаются в ходе предрегистрационных клинических исследований, из страны в страну переносить можно. Это так и есть, так это и происходит. И предыдущие доклады, которые были с утра и вот только что, они манипулировали данные рандомизированных клинических исследований, многоцентровых, которые являются одной из основ для формирования клинических рекомендаций, протоколов и так далее. А вот, к сожалению, эффективность, то, что происходит в клинике, ее, к сожалению, переносить из страны в страну невозможно. И для этого огромное количество таких серьезных, больших, фундаментальных причин. Относительно выводов. Ну, безусловно, доказательная медицина на сегодняшний момент и медицинская практика – это крайне связующие вещи. И, безусловно, доказательная медицина перешла вот этот порог теории, идеологии, пришла в клинику. Безусловно, действенность – это тот эффект, который получается при регистрации продукта. Мы должны понимать, что есть другой вид эффекта, его так и называют эффективность. То, что мы видим у своих пациентов, в своих стационарах, поликлиниках и так далее. Безусловно, разные критерии для регулятора и для врачебного сообщества. Безусловно, позитивный эффект, он, как правило, выше в действенности, чем эффективности. Большое количество исследований, которые это доказывают, в то время как негативный эффект, он имеет обратное такое зеркальное отображение. И, безусловно, действенность можно переносить из страны в страну. Что происходит, однако, вот с эффективностью в реальной клинической практике этого делать нельзя. Какие рекомендации? Необходимы прагматически рандомизированные или обсервационные исследования в натуральных условиях. Однако важно, чтобы для их проведения была единая методология их проведения. И необходимо сказать, что у наших соседей в Европе на сегодняшний момент уже 9 таких методических руководств. Как проводить правильно прагматические либо обсервационные исследования, чтобы выявлять эффективность. У нас в нашей стране, по крайней мере в России, таких данных нет. Безусловно, для некоторых заболеваний Россия не может самостоятельно одна решать эту проблему. Я думаю, наверное, нужно искать страны, наверное, страны вот этого большего пункта советского, да, географической зоны. Со схожей системы здравоохранения вместе решать такие проблемы. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...